Добро пожаловать ребят на 10 этап формулы 1 на гран-при в Великобритании И это достаточно долгожданно было в Великобритании, поскольку к нам приехала куча обновлений Три мелких обновления связанных с ДВС и шасси И также три глобальных по сути обновления связанных с аэродинамикой Соответственно скорость у нас прибавилась Но вот расход топлива у болидов все равно остался очень и очень большим Ну окей, с этим мы будем продолжать бороться, хотя осталось только на модификации на снижение расхода топлива Но надеюсь, что она поможет, поскольку после четырех модификаций болид не должен прям так много жрать Но похоже это особенность движков Феррари Ладно, квалификация проходила без каких-либо проблем, спокойно первый, второй и даже третий сектор были пройдены без каких-либо проблем Также и Пьер порадовал о засмоку их цироса на втором месте К итогу первый ряд стартовой решетки уходит за нами Потом идут две троса и потом два Рэдбула Ну это по крайней мере по результатам третьей квалификации Посмотрим, как оно будет на самом деле Может быть кто-то возьмет штрафы, может быть Гасли возьмет штрафы Трос или Рэдбул Все может быть по-разному Все-таки середина сезона и элементов уже потихоньку-потихоньку не хватает Также в скором времени нам придется брать штрафы за дополнительные элементы А соответственно придется пожертвовать каким-то этапом Ну по крайней мере надо будет жертвовать тем этапом, где у нас будет скорость И по крайней мере может быть в Монсе Мы возьмем дополнительные элементы и будем стартовать с конца стартовой решетки Ладно, стартовой решетки у нас Первый я, второй пергас, летритель Александр Албун Четвертый Себастьян Феттель Пятый Льюис Хэмилсон Шестой Вальтреботт Седьмой Карл Сайнс Восьмой Чека Перес Девятый Лэн Строл И десятый Кимми Райкнин Леклер нас берет штрафы Херстайпин берет штрафы И по итогу они откатываются во вторую десятку Также Инорис еще откатился тоже очень далеко Что же, минус Леклер на стартовой решетке В начале по крайней мере Остается только Албан Это единственная наша проблема на старте Газ на красные огни Я очень хорошо стартую И сразу же устремляюсь вперед К первому повороту И сразу же отрываюсь от своего напарника Который в этот момент теряет позицию По отношению к Албану Албан сразу же неплохо стартовал Атаковал Гасли на первом повороте И по итогу вышел на вторую позицию После этого, конечно же, он и меня попытался атаковать Но по итогу ничего из этого у него не вышло Обидно, что Гасли проиграл позицию Поскольку теперь ему нужно будет как-то ее отвоевывать Но на третьем круге мне сообщают прекрасную новость Очередной этап и у Албана проблемы с ДВС Что означает то, что он начинает очень быстро отваливаться В середину первой десятки Гасли тут же прошел, тут же оторвался Позади у Албана также происходила борьба Между Феттелем и Льюисом за четвертую позицию Ну а точнее даже за третью Потому что тот, кто выиграет эту борьбу Сразу же сможет атаковать Албана Поскольку он особо вообще не мог ехать Также еще и был уже доступен ДРС Соответственно напрямую без проблем Феттель проходит Льюис в свое время не успел обойти Албана И поэтому бок о бок они начинают Бороться за четвертую уже позицию И в принципе да, у Торроса как обычно все идет через заднее место Один болид сортовал во второй десятке У другого болида проблемы с ДВС И вот фиг знает что вот с Торроса делать Ну ладно, на следующем кругу Льюис пытается обойти Себастьяна Феттеля Но по внутреннему радиусу пускай Льюис проходит Но Феттель выходит намного лучше И по итогу третья позиция остается за Феттелем На пятом кругу у Албана все фиксится И по итогу он начинает ехать в своей привычной скорости Из-за чего мы получаем то, что Албан начинает потихоньку Потихоньку возвращать свои позиции Льюис тем временем продолжает атаковать Ферстаппина Пытается выйти на эту третью позицию Также позади них уже был очень близок Карл Сайенс Который также жаждал повоевать за эту третью позицию Поскольку на прошлом этапе ему удалось Также взобраться на подиум как раз таки на этой третьей позиции Но тут уже подъезжает Албан на работающем болиде Торроса И без проблем проходит сначала Сайенса И уже потом устремляется за Себастьяном Феттелем Который в свою очередь хотел вернуть себе третью позицию Ну а тут по сути для него плохая новость То что Албан за эту третью позицию тоже будет готов повоевать Собственно выход напрямую с Липстрим Дресс Что у первого, что и у второго пилота Но у Албана намного лучше выход получается И он сразу же атакует Себастьяна Феттеля И также он пытался обойти Хамильтона Но Хамильтон перекрыл траекторию И по итогу бок о бок начинает Светтелем проходить поворот Без проблем проходит Светтеля И устремляется за Льюисом на следующем же кругу Которого он также без проблем проходит И по итогу война за третью позицию на этом полностью заканчивается В принципе как и позиции за подиумом Поскольку я уже был далеко от Гасли Гасли в свою очередь был далеко уже от Албана Ну а Албан без проблем оторвется от Льюиса и Феттеля Феттель чуть позже вернул себе четвертую позицию у Льюиса И причем это так произошло, что за счет Албана Феттель смог оторваться от Льюиса Из-за чего у нас теперь шла борьба за пятая позиция Между Льюисом, Карл Сайенсом и Чака Пересом Собственно Сайенс пытается обойти Льюиса У него это без проблем выходит Но была уже в этом метод одна проблема То что Феттель оторвался больше чем на секунду И соответственно тот кто шел на пятой позиции Не мог открывать крыло напрямых И из-за этого оторваться он тоже не мог И поэтому он всегда, тот кто ехал пятым Всегда был под прессингом от позади идущих Также позади уже Ботс потихоньку начал накатывать Но по итогу он так и не смог доехать до этой троицы Несмотря на то, что они разоченно боролись И друг друга замедляли чуть ли не на каждом кругу Борьба проходила иногда и за шестую позицию Между Сайенсом и Пересом Собственно в Майкс Байкс входит они бок о бок И Перес все-таки смог отвоевать шестую позицию И соответственно плацдарм для атаки на Льюиса Хэмильтона Уже Боттус потихоньку подкатывал конечно Также уже увиделся Леклер Но у Леклера были свои там проблемы В виде позади идущего Пилотона Который также его атаковал на этих прямых И было достаточно трудно оторваться от этих атакующих Собственно Перес без проблем обошел Льюиса И вышел тем самым на пятую позицию Но Льюис контратакует его на старый старт с финишной прямой И бок о бок они заходят в девятый скоростной поворот И Льюис выходит на пятую позицию И потихоньку Норрис начинает уже атаковать также Перес Перес причем еще ошибся на торможении И тем самым дал Сайенсу возможность атаки на Льюиса Которую он и проводит на прямой перед шестым поворотом Выходит он вперед, но Льюис смог удержаться бок о бок И по итогу бок о бок они начинают заходить в седьмой поворот И уже из седьмого поворота Сайенс выходит победителем в этой борьбе Но опять же ненадолго Несмотря на эту борьбу Ботас почему-то не может догнать эту троицу никак И начать соответственно их обходить Возможно у Ботаса также возникли какие-то проблемы во время гонки По крайней мере инженер об этом не говорил Собственно Льюис вернул себе опять пятую позицию И уже опять позади война шла за шестую позицию За счет этой битвы за шестую позицию Льюис смог недалеко оторваться от этих двоих И тем самым немного себя обезопасить Но опять же ненадолго поскольку впереди нас ждет прямая после поворотов Мэггтс Бэггтс И у всех будет возможность скрыть крыло Собственно Перес открывает крыло без проблем Догоняет Льюиса бок о бок проходят Но почему-то все время тот кто шел по внутренней траектории Притормаживает на выходе Я не понимал с чем это связано Почему боты именно так делают Но вот почему-то они решают притормозить Окей Перес тем самым вышел на шестую позицию За счет того что у Сайенса был плохой выход из 15 поворота И уже пытался атаковать Льюиса Хэмилтона Который в свою очередь пытался броняться Но в седьмом повороте все-таки он уступает Пересу И Перес выходит на пятую позицию Уже все ближе и ближе финиш гонки Льюис борется за пятую позицию И возвращает ее Хоть он идет по внутренней траектории Но вот тут Льюис не затормодил И тем самым выиграл себе позицию И последний круг Льюис уже даже оторвался от Сайенса и Переса И уже Сайенс с Пересом воевали за шестую позицию На последнем кругу гонки И в поворотах Мэггатс-Бэггатс Эта война решилась тем, что Сайенс выиграл шестую позицию От меня не было никаких анбордов Поскольку я ничего в принципе тут не делал в гонке У меня ничего не происходило такого интересного Я всю гонку просто ехал и ехал У Гасклеплик так же было, у Албана так же, у Феттеля так же Вот как-то так уже с самого начала гонки у нас решились первые четыре позиции Вот только вот за пятую была прям борьба-борьба Но опять же в основном там борьба была за шестую позицию И за возможность провести атаку на пятую позицию А в свою очередь тому, кто шел на пятую позицию Нужно было как-то обороняться Поскольку на прямых у всех, кто был дать у него Было возможность открытия крыла И соответственно, без проблем они могли обойти этого гонщика Но Льюису удалось все-таки удержать пятую позицию Несмотря на все атаки Также по поводу Ботаса На последних кругах данный товарищ, к сожалению Сошел с дистанции по проблеме с ДВС Ну а на перейдем к самому главному Первый командный дубль за Феррари у нас получился наконец-то Надеюсь, мы и так дальше продолжим побеждать И сможем выиграть в Кубке Конструкторов У Торроса как-то середина сезона не задалась У Албана, конечно же, поначалу гонка тоже не строилась Из-за того, что у них были проблемы с ДВС Но благо на пятом кругу они уже были решены И тем самым Албан смог вернуться на свою третью позицию Леклер не смог этого сделать Вернуться на свою четвертую позицию Смог он финишировать лишь девятым Макс приехал в восьмым И как-то вот у Торроса все очень плохо идет В Кубке Конструкторов они потихоньку начинают проигрывать Мы же за счет этого дубля достаточно много набрали очков И смогли сразу же оторваться Я же уже в личном зачете достаточно далеко оторвался На 100 очков от Леклера Что как бы говорит о том, что уже 4 этапа у меня есть в запасе Я могу спокойно зайти и еще что-то И Леклер набрать ли меня догонит Ну и также Леклер уже потихоньку в личном зачете догоняют Посмотрим, как будет ситуация дальше развиваться Пока что в середине сезона опять же И все может измениться Берем глобальную модификацию на снижение расхода топлива Поскольку с топливом борода Я заливал на полтора круга лишнего себе топлива Уже через 5 кругов половина этого запаса была исчерпана Я не знаю, как это работает у Феррари Но оно так работает, что топливо тратится просто в космических масштабах Поэтому надо что-то с этим делать Надо также что-то сделать еще с износом Еще докачать аэродинамику А на это все нет ресурсов Поэтому надо как-то будет выкручиваться И как-то думать Либо заканчивать сначала аэродинамику И потом переходить к шасси Либо забить на аэродинамику и качать шасси Но я думаю, мы сначала закончим аэродинамику И потом уже будем переходить к шасси На этом все, ребят С вами был Вархаммер Подписывайтесь на канал, ставьте лайки И до скорых встреч, ребят, пока-пока И удачи вам